Яблоком раздора в споре между владельцами двух кафе стало вот это окно, точнее стена, в которую оно вмонтировано. Предприниматель, тот кто сверху, хотел установить там кондиционер. Но как оказалось, это место уже занято как раз под оконный проем. Окно здесь стояло деревянное. Раньше, потом поставили вот лестницу здесь, как сверху. Как устало лететь пыль, грязь, как с этой лестницы. Мы его временно заложили снаружи в полкипича. А сейчас его решили открыть. Потому что к воздуху в кафе МО решили открыть это окно. Почему фасад здания, памятника архитектуры, между прочим, незаконно вмонтировали окно? С этим вопросом владелец верхнего кафе обратился в госинспекцию по охране объектов культурного наследия. Специалисты наведались к его соседям с проверкой. Я хочу описать события, все, которые были произведены. На основании этого мы сделали бы уже выводы о законности и незаконности. То есть для меня в настоящее время важно все обстоятельства делать. Инспекторы подняли документы и выяснили. Окно здесь установлено законно. Однако претензии все равно есть. Владельцы кафе, хоть и собственники помещения, а без ведома надзорного органа, менять деревянную раму на пластиковую права не имели. Такие действия на памятники недопустимы и законодательством установлен определенный порядок. К согласованию предварительно необходимой документации для произведения замены того же самого оконного проема необходимо эту документацию вначале разработать, получить необходимое разрешение, после чего приступить к проведению работы. Если бы мы меняли размеры окна, немножечко сдвигали его в сторону, тогда это понятно, это даже не обсуждается. А здесь мы просто заменили старое деревянное окно, раму, на новое пластиковое. То есть при всем своем желании мы не могли бы всунуть обратно эту деревянную старую. Ну как бы мы ничего не ухудшили и сделали лучший вид этого окна. Подножку нам поставил сосед, говорят владельцы нижнего кафе. Теперь им еще не раз предстоит встретиться с представителями инспекции, перерыть кучу документов и, конечно же, заплатить штраф. Минимум тысячи рублей, если лицо физическое, максимум 300 тысяч, если юридическое. Вот так и воюют предприниматели. Правда, победителей в этой битве нет. Сам возмутитель спокойствия тоже пострадал. Ему выписан штраф в 3,5 тысячи рублей и предписание весной демонтировать кондиционер. Согласно букве закона, установка на главных фасадах и крышах зданий памятников технических крупногабаритных устройств категорически запрещена. Только вряд ли все эти штрафы компенсируют тот ущерб, который наносят такие горе предприниматели памятникам архитектуры. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.